Джеффри Миллер Соблазняющий разум Посвящается Розалинт Предисловие Разум как продукт полового отбора или лучше поздно, чем никогда? Издательство Корпус подготовило отличный подарок русскоязычным любителям эволюционной биологии перевод знаменитой книги американского эволюционного психолога Джеффри Миллера «The Mating Mind». Назвать этот подарок долгожданным было бы сильным преуменьшением. Книга Миллера, впервые увидевшая свет в 2000 году, успела с тех пор стать почти классикой, вызвать бурные споры, набрать сотни цитирований в научной литературе и даже начать понемногу устаревать и выходить из моды, уступая место другим теориям происхождения человеческого разума. Но не забываться. Были времена, когда я страстно мечтал о публикации русского перевода книги Миллера. Лет 15-20 назад это могло бы стать исключительно важным и ярким событием в культурной и научной жизни нашей страны. Знакомство с соблазняющим разумом сделало бы понимание эволюции в целом и эволюции человека в частности у читающей публики более глубоким и объемным. К сожалению, издание перевода все откладывалось. Приходилось восполнять пробел подручными средствами. Например, в конце нулевых, работая над двухтомником «Эволюция человека» и так и не дождавшись публикации перевода соблазняющего разума, я был вынужден пересказывать идеи Миллера своими словами и даже приводить пространные цитаты из его книги в собственном переводе. В итоге получился текст, местами напоминающий предисловие к несуществующему изданию. Когда издательство «Корпус» предложило мне написать предисловие к книге Миллера, я вспомнил, что фактически уже сделал нечто подобное десять лет назад. Смотри «Александр Марков. Эволюция человека. Том 1. Глава 7. Происхождение человека и половой отбор». Впрочем, сегодня, когда я говорю об этой книге, интонации невольно получаются другими. Чуть менее восторженными, чуть более ностальгическими. Мне до сих пор жаль, что книгу не издали вовремя. Но все же к этой ситуации, как к никакой другой, подходит клише лучше поздно, чем никогда. Каждому, кто интересуется эволюционной биологией и кто не читал Миллера в оригинале, я надеюсь, будет и приятно и полезно прочесть этот прекрасный перевод, подготовленный профессиональными биологами. У книги есть, на мой взгляд, неприходящее достоинство, ничуть не потускневшее за два десятка лет. Во-первых, она хорошо написана, изобилует живыми примерами, логично и остроумно. Слушать ее, поэтому, будет как минимум не скучно. Во-вторых, книга содержит увлекательное, яркое и при этом достаточно подробное, профессиональное и не слишком устаревшее изложение основ теории полового отбора. Эта теория в наши дни воспринимается большинством специалистов как неотъемлемая и исключительно важная часть научных представлений о механизмах эволюции. Она не собирается устаревать. Совсем наоборот. Она продолжает развиваться, пополняясь новыми идеями и примерами, и в целом укрепляет свои позиции. В том числе, благодаря работам по экспериментальному изучению эволюции, позволяющим проследить работу полового отбора в реальном времени и на реальных живых объектах. О нескольких экспериментальных исследованиях, в которых проверяли те или иные проверяемые следствия полового отбора, рассказано в нашей с Еленой Наймарк книге «Перспективы отбора». От зеленых пеночек и бессмысленного усложнения до голых землекопов и мутирующего человечества. Книга Миллера доступным языком объясняет ключевые положения теории полового отбора, последовательно знакомя слушателя с фишеровским убеганием, принципом гандикапа, индикаторами приспособленности и сенсорным смещением. Автор не обходит молчанием и менее известные аспекты теории, такие как влияние полового отбора на дисперсию приспособленности при взаимном выборе партнеров и моногамии. Даже слушатель, никогда раньше не слышавший о половом отборе, после прослушивания соблазняющего разума, получит довольно-таки полное и адекватное представление об этом фундаментальном эволюционном механизме, о его неустранимых причинах и многообразных удивительных следствиях. В-третьих, интересен и поучителен рассказ о непростой судьбе теории полового отбора. Как известно, Дарвин ввел в науку эту идею, чтобы объяснить происхождение признаков, которые явно не способствуют выживанию особей, зато повышают их шансы на победу в конкуренции за половых партнеров. Дарвин понимал, что происхождение таких признаков, особенно гротескных украшений, которыми обременены самцы многих видов животных, нельзя объяснить обычным естественным отбором, порождаемым борьбой за существование. Догадки Дарвина об эволюционной роли активной конкуренции за половых партнеров, чем обычно занимаются самцы, и придирчивого выбора наилучших партнеров, на этом чаще специализируются самки, были, как мы сегодня понимаем, гениальными и исключительно плодотворными, хотя и не до конца проработанными. Но современники Дарвина не поняли их и не приняли, как предполагает Миллер, отчасти потому, что ключевая идея об активном женском выборе не очень хорошо сочеталась с принятыми в тогдашнем просвещенном обществе моральными нормами. Сменилось несколько поколений эволюционистов-теоретиков, прежде чем основные логические пробелы в дарвиновской теории полового отбора были закрыты, спорные места прояснены, и половой отбор, наконец, смог занять подобающее ему почетное место в системе знаний о механизмах эволюции. В немалой степени этому могли способствовать и социально-культурные перемены, от эмансипации женщин до сексуальной революции. Миллер подробно рассказывает об этих научных и не только научных перипетиях, наглядно показывая читателю, каким долгим и мучительным бывает путь к всеобщему признанию даже у самых блестящих и плодотворных научных идей. Похожая судьба была и у некоторых других великих теорий. Здесь можно вспомнить и дрейф континентов, и симбиогенетическое происхождение сложной клетки, но половому отбору особенно повезло. Понадобилось больше века, чтобы из крамольной догадки выросло твердо установленное знание. Ну и, наконец, в-четвертых. Главная идея Миллера о ключевой роли полового отбора в эволюции человеческого разума, конечно же, спекулятивна и далеко не бесспорна, но во многих отношениях интересно и поучительно. Автор обосновывает ее с разных сторон, опираясь как на данные психологии и антропологии, так и на свое превосходное владение логикой эволюционных исследований и моделей. Делает он это, надо признать, талантливо, ярко и порой весьма убедительно. Вряд ли кто-то смог бы выстроить на основе имеющихся фактов более стройную линию аргументации для столь смелой идеи. Для начала Миллер четко формулирует проблему. Стремительное по эволюционным меркам увеличение объема мозга у наших предков. От 400 до 500 кубических сантиметров у гоминид, живших 2 миллиона лет назад, до примерно 1200-1500 кубических сантиметров у современных людей события беспрецедентные в эволюции млекопитающих. Миллер наверняка прав, поддерживая точку зрения тех антропологов, которые считают, что здесь не обошлось без положительных обратных связей. Иными словами, неуклонное увеличение мозга в ряду поколений, двигателем которого мог быть только сильный отбор на некие сложные когнитивные функции, должно было само создавать предпосылки для дальнейшего отбора на совершенствование этих функций. Это, в свою очередь, вело к еще большему разрастанию мозга в череде поколений. В каком-то смысле человеческий мозг создавал сам себя. Больше было просто некому. Удивительно, что насколько мы можем судить по археологическим данным, это происходило на фоне крайне медленного культурного развития. Практически весь документированный археологами технический и культурный прогресс человечества от появления первых костяных орудий, музыкальных инструментов и наскальных рисунков до дифференциального исчисления компьютеров и космических кораблей уложился в последние 50 тысяч лет. То есть, происходил уже после того, как мозг у наших предков перестал расти, достигнув современных размеров две-три сотни тысячелетий назад. Не означает ли это, что прогрессивное развитие мозга гоминид стимулировалось не техническими задачами, не нуждами выживания, а чем-то другим? Например, нуждами размножения, половым отбором, для которого как раз характерен причудливый и непредсказуемый выбор направлений, так что у кого-то в итоге вырастает огромный цветистый хвост, а у кого-то, почему бы и нет, искрометный разум. Разум оказывается в странном положении и селекционера, и объекта отбора одновременно, пишет Миллер. Если человеческий разум катализировал свою собственную эволюцию посредством выбора партнеров, получается, что он как бы сам себя создал. Однако цикличными выглядят большинство процессов с положительной обратной связью, и половой отбор, как один из таких процессов, возможно, лучше всего объясняет существование уникальных, сложнейших адаптаций типа человеческого разума. Как справедливо замечает Миллер, любая гипотеза о происхождении человеческого мозга и разума неизбежно сталкивается с тремя проклятыми вопросами. Первый. Если изощренный разум вроде человеческого полезен для выживания, почему тогда он не развился у множества других видов, подобно крыльям для активного машущего полета, независимо появившимся как минимум четырежды у насекомых, птерозавров, птиц, летучих мышей? Второй. Почему культурное и техническое развитие всерьез началось лишь после того, как мозг перестал расти? Зачем тогда он рос? Зачем в данном случае не телеология, то есть не приписывание эволюции слепому природному процессу способности стремиться к некой заранее намеченной цели, а краткая жаргонная формулировка, точный смысл которой можно расшифровать примерно так. Какие преимущества в выживании или размножении получали гоминиды с более крупным мозгом по сравнению со своими конкурентами другими гоминидами, имевшими чуть менее крупный мозг? Третий вопрос. Непонятно, какую пользу для выживания могли бы приносить многие уникальные способности нашего разума, такие как юмор, сочинительство, образное мышление, искусство и витиеватый язык, содержащие намного больше слов, чем это необходимо для выражения самой сложной мысли. Достоинство гипотезы Миллера состоит в том, что она справляется со всеми тремя проблемами. Как именно она это делает и насколько успешно судить слушателю? Ради этого и стоит прослушать книгу до конца. Недостатки гипотезы тоже становятся очевидными по мере прослушивания книги. Прежде всего это умозрительность многих положений, опирающихся в большей степени на логику, чем на факты, и трудность эмпирической проверки. За годы, прошедшие после выхода в свет соблазняющего разума, идеи Миллера не были решительно опровергнуты, но и не получили принципиально новых подтверждений. Миллер надеялся, что по завершении проекта геном человека, работа над которым в 2000 году была в самом разгаре, появятся новые методы анализа геномных последовательностей, которые позволят находить в геномах следы действия полового отбора и тогда станет понятно, где он был прав, а где ошибался. Эти надежды, к сожалению, не оправдались. Статистические методы поиска следов отбора в геномах действительно были разработаны и даже успели пройти собственную замысловатую эволюцию. Сегодня с помощью этих методов биологи успешно находят в геномах участки, где в более или менее далеком прошлом для событий разной давности нужны разные подходы, происходили полезные мутации, поддержанные положительным отбором, а также консервативные области, где мутации, как правило, оказывались вредными и исправно выбраковывались отрицательным отбором. Итак, мы научились находить в геномах следы положительного и отрицательного отборов, но никто так и не придумал надежного метода, который позволил бы понять, глядя на нуклеотидные последовательности, чем был обусловлен этот положительный или отрицательный отбор. Нуждами выживания или придирчивым выбором половых партнеров. Особенно трудной эта задача становится в том случае, если выбор был взаимным. Не только самки выбирали самцов, но и самцы самок. И в результате признаки, по которым он осуществлялся, развелись у обоих полов примерно в равной степени, а с когнитивными способностями у людей ситуация именно такая. Например, найдено довольно много генов, влияющих на развитие и работу мозга, мутации в которых подвергались положительному отбору наших предков. Но было ли это связано с тем, что люди с такими мутациями добывали больше пропитания, ловче обманывали хищников и конкурентов или успешнее привлекали и выбирали половых партнеров? То есть был ли этот положительный отбор половым или обычным естественным? Об этом геномные последовательности рассказывать не спешат. Еще одна возможная причина медленного прогресса в развитии и проверке идей Миллера, как, впрочем, и других гипотез эволюционной психологии, связана с новыми веяниями в общественной морали и идеологии, которые уже ощущались в 2000-м, Миллер пару раз намекает на них в своей книге, а в последние годы стали особенно быстро набирать силу. Если во времена Дарвина развитию теории полового отбора с ее центральной идеей об активном женском выборе возможно препятствовала патриархальная викторианская мораль, а эволюционной психологии активнее всего противостояла религия, то в наши дни ситуация совсем другая. С женским выбором у нас сейчас все просто отлично и теория полового отбора успешно развивается, по крайней мере до тех пор, пока речь не идет о людях. Эволюционная психология, однако, натолкнулась на новое препятствие, религиозное. Идеям о всеобщем равенстве, социальной справедливости и недопустимости оскорбления чьих-либо чувств, идеям модным, прогрессивным, чрезвычайно полезным и быстро набирающимся крушительную мощь, все труднее уживаться с выводами биологов о влиянии генов, гормонов, нейронов и прочих приземленных биологических факторов на человеческое поведение, психику и интеллект. Открыто говорить об эволюционной психологии и генетике поведения человека, искать эволюционное объяснение уникальным свойствам людей, их индивидуальным или, упаси боже, межгрупповым различием, становится сегодня делом неблагодарным и даже рискованным. Одно неверное слово и вас могут объявить биологизатором, сексистом или кем похуже, уволить из университета и предать общественному порицанию. В своей книге Миллер выражает убеждение, что наука должна быть свободной от идеологической предвзятости. С ним трудно не согласиться, но пока этот идеал, к сожалению, недостижим. Между прочим, сам Миллер в 2013 году серьезно пострадал из-за неполиткорректного высказывания. Эту историю заинтересованный слушатель легко найдет в интернете, после чего поток его публикации по эволюционной психологии заметно оскудел. Так что гипотеза Миллера пока остается гипотезой. У нее есть несколько набирающих силу конкурентов, других гипотез, тоже худо-бедно справляющихся с тремя перечисленными выше проблемами, и тоже предполагающих участие положительных обратных связей в эволюции мозга и разума, но связи эти иной природы. Среди конкурентов гипотеза Макеавеллиевского интеллекта, мозг для повышения социального статуса, идея о ведущей роли острой межгрупповой конкуренции и войн, мозг для внутригрупповой кооперации и парахиального альтруизма, и гипотеза геннокультурной коэволюции или культурного драйва, мозг для социального обучения и культуры. Миллер упоминает все эти идеи в своей книге, но делает это вскользь, немного пренебрежительно, и в итоге отдает предпочтение, конечно же, своей любимой теории полового отбора, мозг для привлечения и выбора половых партнеров. Скорее всего, доля истины есть во всех перечисленных гипотезах. Вопрос о том, какая из них в большей степени отражает реальные механизмы эволюции наших предков, остается открытым. До окончательного решения загадки происхождения человеческого разума еще далеко. Книга Миллера «Соблазняющий разум» внесла заметный вклад в поиск подходов к ее решению. Этого у книги не отнять, даже если основной ее посыл, а ведущий и определяющий роли полового отбора не подтвердится дальнейшими исследованиями. Мне, например, представляется более вероятным, что половой отбор, направляемый выбором партнеров, сыграл в эволюции человека заметную, но все же не главную роль. На мой взгляд, убедительнее теория культурного драйва, согласно которой наш разум развивался прежде всего как орган для социального обучения, быстрого и эффективного заимствования у других особей самых разных, практически любых, навыков, способов поведения, привычек, а в дальнейшем знаний и идей. На этой основе понемногу начала развиваться культура, совокупность навыков и идей, передаваемых из поколения в поколение путем социального обучения, в рамках которой могли сохраняться и распространяться разнообразные поведенческие особенности, в том числе и те, что помогали привлекать половых партнеров, от юмора и изобретательской смекалки до придумывания историй и вычурного красноречия. В той мере, в какой эти поведенческие черты повышали шансы индивида на успешное размножение, их распространение в культурной среде стимулировало отбор на способность еще быстрее учиться и лучше запоминать все, что делают сородичи, а значит на еще более крупный и сообразительный мозг. Чем умнее становились все вокруг, тем больше накапливалось в их головах ценной информации и тем полезнее становилось умение еще быстрее учиться, еще лучше запоминать и еще эффективнее реализовывать выученное поведение. Миллер лишь вскользь упоминает о теории культурного драйва. Подробно и убедительно о ней рассказывает британский эволюционист Кевин Лаланд в относительно новой книге Darwin's Unfinished Symphony How Culture Made the Human Mind 2017 года. Хочется верить, что Лаланда переведут на русский быстрее, чем Миллера. Такая петля положительной обратной связи может работать не только на основе уловок для привлечения половых партнеров. Столь же эффективно ее могут раскручивать любые другие навыки и знания, полезные для выживания и размножения. От охотничьих приемов и способов изготовления каменных орудий до Макеавеллиевских политических трюков, помогающих индивиду поднять свой статус в группе и навыков кооперации и согласованных коллективных действий, что особенно важно в условиях острой межгрупповой конкуренции. Можно сказать, что теория культурного драйва потенциально включает в себя в качестве составных частей все перечисленные теории, в том числе и Миллеровскую. Конечно, механизм культурного драйва тоже всего лишь гипотеза, в поддержку которой можно привести лишь косвенные аргументы, корреляции и компьютерные модели. Будущее покажет, в какой мере конкурирующие или взаимодополняющие гипотезы о происхождении человеческого разума соответствуют действительности.